Всем привет из самого древнейшего города Среднего Южного Урала, Центра Православного Культурного Уральского Туризма, города Верхотурья. У нас в Верхотурье есть на что посмотреть. А теперь переходим к последним самым важным новостям Верхотурья. Жители многоквартирных и частных домов Верхотурья были крайне удивлены, когда получили за маквитанцию от МУП-услуга, в которой появилась дополнительная услуга «Холодное водоснабжение полив участка». И это при том, что раньше данной услуги не было в квитанции. При этом графа «Холодное водоснабжение» из квитанции никуда не исчезла. А ведь данные квитанции получили свыше 1400 потребителей. И это при том, что у многих из них, внимание, вообще нет никаких огородов. Ну и за что они должны платить? А те, у кого имеются свои земляные участки, для поливки которых используется вода из своего домовладения оборудованным счетчиком, то оплата рассчитывается по показаниям вашего счетчика. Оплата должна отображаться в одной графе. Графе «Холодное водоснабжение». Графы «Холодное водоснабжение полив участка» в данном случае не должно быть. Я так думаю. А в каком случае она может появиться? Вот, к примеру, если рядом с вашим земельным участком находится колонка, из которой вы берете воду для поливки своего участка, если у вас заключен договор с владельцем данной колонки на потребление его воды из его колонки, условно говоря, вот тогда у вас в квитанции может появиться графа «Холодное водоснабжение полив участка». И хотелось бы кое-что добавить с небольшим сомнением. Извиняюсь, если я ошибаюсь, даже если у вас нет счетчика, и вы, к примеру, из своей квартиры с помощью шланга поливаете, к примеру, неважно что, то вы, наверное, должны платить так, как платили раньше, по своему официально установленному тарифу. Счет должен быть в одной графе «Холодное водоснабжение». 22 июня нынешнего года на официальном сайте прокуратуры Свердловской области появилась информация о том, что в Верхотурье прокуратура выявила значительные нарушения при взимании платы за коммунальные услуги. В Верхотурской прокуратуре было установлено, что МУП-услуга нарушала нормы действующего законодательства в платежных документах, квитанциях, направленных свыше 1400 гражданам-потребителям. В целях защиты прав потребителей прокуратура Верхотурского района в районный суд направила исковое заявление к МУП-услуга с требованием признать недействительным платежные документы, квитанции за май 2016 года услугу «Холодное водоснабжение полив участка», а также возвратить гражданам за указанную услугу денежные средства в полном объеме. Ссылка на источник в описании под видео. Также оперативно на данные квитанции с новой графой расходов для Верхотурцев отреагировали различные областные СМИ. Новостной сайт ястав.ком, прошу прощения, если неправильно произнес, газета «Вечерние ведомости» и так далее. Ссылки на СМИ в описании под видео. Большое спасибо прокуратуре и СМИ, которые оперативно стали защищать права потребителей. Надеюсь, они будут и дальше держать нас в курсе развития ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok